Ну хорошо, вот смотрите, реакция на мобилизацию. Люди бегут, разные есть цифры, но счет идет явно на тысячи, может быть, даже на десятки тысяч в целом по России. Начинается волнение в разных регионах страны, причем вы заметили, наверное, что в первую очередь самые, наверное, сильные выступления протестные были в Махачкале. Ну вот если смотреть на подготовленную журналистами недавно карту, то там такой ярко-красный цвет, наиболее густой окрашен как раз Москва, Санкт-Петербург и Махачкала. Ну в Якутии вроде бы еще тоже народ начал бузить. Означает ли это, что начинается брожение в национальных регионах? И возможный распад России или там частичный распад России за этим может последовать? С конца начинаю. Да, может. Опять же, это вероятностное явление, поэтому говорить о том, что он неизбежен, неправильно, а вот потенциал распада благодаря действиям Путина однозначно усиливается со временем. И про это ваш покорный слуга уже лет 10 говорит. Вот сейчас просто это как бы вылезло на поверхность. Почему он усиливается? Потому что Путин 20 лет уничтожал нормальные демократические институты, которые позволяют снимать конфликты между разными территориями легальным, мирным, болезненным для центра, но законным путем. Путин уничтожил, реально уничтожил федерализм. Он уничтожил статус того, что называется палаты территории или палаты земель в российском двухпалатном парламенте. Это так называемый Совет Федерации, Бундесрат, если по-немецки говорить, который в федеративных государствах чрезвычайно влиятельен. Это местные элиты, которые в этом органе друг с другом договариваются, торгуются, заключают сделки, вырабатывают какие-то компромиссные решения. Вот сейчас Совет Федерации это площадка, где некоторая группа товарищей лоббирует свои шкурные интересы и штампует все решения, принятые в администрации президента. И все. Это не площадка переговора, это не площадка конфликтов, это не площадка, где вырабатываются какие-то компромиссы. В принципе. То же самое касается независимой прессы, то же самое касается региональных выборов. По сути, регионами командуют путинские наместники. Мы еще не сказали про распределение доходов. Это отдельная история. Конечно, в ельцинские времена примерно половина налоговой базы, которая собиралась в регионах, оставалась в регионе на его развитии. И примерно половина уходила в центр на государево-нужные. На оборону, на международную политику, освоение космоса, рытье каналов и еще там всякая блажь, которая занимается центром. А сейчас, благодаря усилению центра, примерно треть остается в регионах. Это практически, считай, ничто. Еле-еле штаны поддержать. А две трети уходят в центр для того, чтобы он там накапливал оборонный потенциал, поднимал Россию с колен, ставил Запад на место и так далее. Проблема в том, что, с одной стороны, регионы от этого беднеют. За исключением полутора-двух десятков так называемых регионов-доноров. Это нефтегазовые регионы, крупнейшие регионы типа столиц Москвы и Питера, которые производят больше денег, чем потребляют. Хотя многие в России полагают, что Москва потребляет больше денег, чем производит. Это заблуждение. На самом деле не так. Все столицы мира производят валового регионального продукта в два-три раза больше, чем по стране в целом. Будь то Австралия, Китай, Соединенные Штаты, Британия, все что угодно. Россия тоже. Но не в этом дело. Дело в том, что путинская система менеджмента замкнута на одного человека. На вертикаль. И на человека, который сидит во главе этой вертикали. И логика этой, территориальная логика заключается в следующем. Пусть регионы будут бедные, но послушные. Пусть они смотрят в рот Кремлю. А Кремль решит, этот регион правильный или мне нужный, приоритетный. Переочередной. И мы ему дадим хлеб с маслом. А этот, ну или неправильный, вообще, чтобы не шалил. Как, например, там Хакасия, где победил коммунист Коновалов в губернаторах. И сразу он получил облом с точки зрения поддержки из центра. И пусть, мол, избиратели сами поймут, кого выбирать в другой раз. Или, если это слабенькие регионы, и у них нет потенциала для того, чтобы поднять бучу. Пусть сидят и молчат, обойдутся без федеральных дотаций. Вот эта вот политика дотаций, она создает иллюзию жесткого контроля. В сопровождении с назначением губернаторов. Которые по существу не выбираются, ну, в общем, ни для кого не секрет, назначаются из Кремля. Все это прекрасно работает до любого ближайшего серьезного кризиса. Вот сейчас военный кризис. И оказывается, что те две трети денег, которые Кремль, я не хочу говорить Москва, а именно Кремль, высасывал из территории для того, чтобы иметь пятую по размеру военного бюджета армию, для того, чтобы иметь вторую по официальному рейтингу эту самую армию с точки зрения боевых кондиций. И с этими самыми замечательными стартовыми позициями эта армия вламывается на территорию Украины, которая находится где-то на 25-м месте по рейтингам боеспособности, и где военный бюджет в 10 раз, даже больше, пожалуй, в 11 раз меньше, чем российский военный бюджет. И вот эта самая Украина вежливо каустической содой умывает лицевой отсек этой славной российской армии и вытирает ей нос наждачной бумагой. После чего эта армия тормозит свое блистательное наступление и сейчас скорее отступает, чем наступает в одной точке, только под Бахмутом пытаются продвинуться вперед. И, конечно, это катастрофа для центра. И как только центр начинает проявлять свою слабину, и как только в регионах местные начальники начинают понимать, что на самом деле в центре-то вакуум, и на самом деле там ряд товарищей обделался, извините за выражение, так они начинают понимать, что из этой ямы, пожалуй, что лучше выбираться без поддержки центра, который деньги забирает, помощи не дает, а от тебя требует тех же самых рекрутов, налог кровью. Мало того, что он забирал все деньги из регионов, ну не все, две трети, так он еще теперь требует и налога кровью в увеличенных размерах. Поэтому те же самые региональные начальники, особенно республиканские, которые могут опереться на национальную риторику, на национальные, скажем, как это называется, сентименты, начинают про себя думать, а нужен ли вот сейчас этот самый Кремль. И, конечно, это только начало процесса. Позицию свою эти самые региональные начальники нигде не могут сформулировать, нигде претензий они предъявить не могут, им голову сразу оторвут. Никакого Совета Федерации, как площадки для свободного обмена претензиями не существует. Соответственно, каждый сидит, молчит, но он же понимает, что местное население к нему будет предъявлять претензии, а Кремль ничем не поможет, а только требует. Ну-ка давай побольше нам рекрутов. И тут, конечно, возникает, я не скажу про сепаратистские настроения, но я скажу, что возникает ощущение, не ощущение, а нарастающего непонимания между центром и регионами. Растет то, что можно назвать напряжением, если в физическом смысле слова говорить, напряжением между двумя проводниками. И между ними может заискрить. Вот это было понятно еще несколько лет назад, в мирное время, когда Путин уничтожал те места, где можно как-то разрулить возникающие конфликты. И вот сейчас проблема обострилась, механизма разрешения этих конфликтов нет, и поэтому потенциал дальнейшего развала территории, в зависимости от того, насколько глубоко провалится центр, будет увеличиваться. И как ни парадоксально, решающее слово здесь принадлежит Вашингтонскому обком. Решит Вашингтонский обком дать серьезное оружие для Украины, дальнобойное, мощное, в большом количестве. Для Путина будет совсем плохо. Не решит, решит, примет другое решение. Значит, будет похуже Украине, Путин может вздохнуть, но при этом сохранить контроль над своими территориями. Я думаю, именно об этом сейчас политические элиты Запада в основном участвуют. Продолжение следует...